Гаражная амнистия – это такая упрощенная процедура получения прав собственности на гараж и землю под ним. По разным оценкам, в России сейчас от 3,5 до 5 миллионов незарегистрированных боксов под автомобили. Однако получить право собственности оказывается не всегда так просто. О подводных камнях, с которыми столкнулись собственники гаражей, в репортаже Оксаны Перевозниковой. Закон о гаражной амнистии вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Он позволяет гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Однако до сих пор не все желающие смогли им воспользоваться. Александр Бухаров, председатель гаражного кооператива «Элада», расположенного в Ходькове, уже третий год пытается решить вопрос с оформлением земельного участка. Как и другие владельцы гаражной бокс-собственность, он получил в советские времена, когда земля была еще в аренде. Жили, не тужили, никаких проблем не было, все по накатанной шло. А тут как гаражную амнистию объявили, ну и там в связи с этой амнистией, с приватизацией под гаражом земли можно было оформить. И как снег на голову. То, что межевание делал, то, что там оплачено было, деньги на это тратил. Оказалось, это никому не нужно. Выяснилось, что по новой схеме границы их гаражей заходят на бетонный забор, который неизвестно, кто установил еще в 60-х годах. В приватизации земли автолюбителям отказали, пока не исправят ошибку. Тупик образовался на ровном месте. Чтобы поправить координаты земельного участка, нужно согласование с соседями. Соседи эти вообще непонятно кто и непонятно где. Чтобы выйти из тупика, пришлось обращаться за помощью к кадастровым инженерам. По ГСК и ЛАДА мы начали оформлять, да, в прошлом году, начали с частных гаражей. Но при выезде специалистов, когда мы производили замеры, обнаружилось, да, что у нас существует реестровая ошибка в координатах земельного участка. Чтобы устранить реестровую ошибку, нужно обязательно согласование со всеми соседями. И так как участок находится в аренде, согласование с администрацией, так как они фактически являются собственниками этого участка на сегодняшний момент. Поиски соседей заняли три месяца. Пришлось даже публиковать объявления в газете для их розыска. Зато теперь, благодаря кадастровым инженерам, вопрос с соседями решен. Как только будет получено согласование от администрации округа, процесс приватизации будет запущен. Оксана Перевозникова, Антон Каврижных, программа «Утро». А у нас сегодня в студии кадастровый инженер Анастасия Азаренкова. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Мы посмотрели сюжет. Чем закончилась вся эта история с этим гаражным кооперативом? На самом деле у нас еще в процессе идет оформление. Сейчас мы заканчиваем межевание общих границ, исправляем реестровую ошибку. Частая такая проблема в Сергеев-Пасадском районе. Но как сейчас закончим, сразу же приступаем к индивидуальным гаражам. Там уже процесс совсем недолгий. Каждый собственник получит документы как на гараж в виде здания, так и на земельный участок под этим зданием. И после того, как процесс закончится, гараж полностью переходит в собственность, может переходить по наследству, быть продан. Ну, в общем, все, что хочу, то и делаю со своим гаражом. Любые юридические уже процессы могут спокойно распоряжаться своим имуществом, конечно. Из сюжета понятно, что гаражная амнистия действует уже почти год. С 1 сентября до 2022 года. Как часто вообще обращаются к вам с вопросами по поводу приватизации гаражей? Да, немножко поправлюсь. С 2021 года уже полтора года идет до амнистии. Очень мало освещается на самом деле. И люди до сих пор приходят и не знают, с чего начать. Заканчивается оно у нас в 2026 году. Осталось не так много времени на самом деле, а занимает весь этот процесс достаточно долго. Ну, вот если на скидку, если без таких проблем, как в сюжете, сколько примерно по времени займет приватизация гаража? Вот только недавно у меня получили документы, два гаража. Мы занимались три месяца. Это от того, как они ко мне пришли, подавали документы в администрацию, регистрационную палату, Росреестр, и в итоге все, у них на руках уже полная собственность, как на гараж, так и на земельный участок под ним. Три месяца – это когда все хорошо, все прекрасно. Как вообще часто в вашей практике получается так, что в процессе работы выясняются какие-то форс-мажорные ситуации, что существует какой-то забор, который неизвестно кому принадлежит, что границы заходят на другие границы. Как вы еще часто сталкиваетесь с такими случаями? Да очень часто эти проблемы возникают. В процентах, наверное, 80 земельных участков строений возникают проблемы. Это как рейстровые ошибки, то, что у нас было в сюжете. Самые часто, наверное, проблемы – это, естественно, споры по границам земельных участков, это разделы, когда у нас несколько есть долей в доме, и они хотят поделить. В общем, эти проблемы очень часто уходят в суд. Анастасия, как вообще выглядит на практике процесс приватизации гаража? Ну, начинается с изучения документов, конечно, все. В первую очередь, когда староинженер смотрит документы на сам ГСК, как на отвод при выделении, то, что в основном все гаражи у нас передавались в аренду, либо постоянно бессрочное пользование, то есть и документы у них, естественно, были. Либо заключен договор аренды с администрацией. Начинаем с этого. Смотрим, есть ли межевание, установлены ли границы у этого ГСК. Если границы не установлены, начинаем только работать с председателем, с установлением общих границ. То есть сам собственник индивидуального гаража прийти и сделать один свой гараж не получится без участия всего ГСК. То есть устанавливаем границы, и только потом, когда мы установили границы этого ГСК, уже работаем с частными земельными участками. Из-за этого занимает время достаточно много. Поэтому, конечно, я рекомендую у тех, у кого вообще не приватизированы гаражи, нет никаких документов, кроме членской книжки, начать заниматься этим уже сегодня. Так как есть определенные трудности, с которыми сталкиваемся. Это у нас и согласование с соседями этих общих границ, это и установление правильного вида разрешенного использования, потому что он во многих случаях гуляет, так как он был недавно только для ГСК, установленный вид разрешенного использования, его тоже нужно привести в соответствие. Вот один, например, из ГСК в Ходьково у нас. У нас еще была проблема пересечения с лесным фондом. Это еще сложнее, да? Да, мы убирали это пересечение с лесом. Это был поход в суд, это была экспертиза. Сейчас, наконец-то, это закончили. Установили границы общего ГСК и начали заниматься гаражами. И вот этот процесс просто хождения в суд, это долгое время заняло, естественно. Потому что меньше, чем полгода в суде, как правило, вместе с экспертизой это не бывает. 26-й год не за горами. Анастасия, я правильно понимаю, что чем быстрее сделать все это, тем будет спокойнее и легче. Как вообще вы оцениваете какие-то перспективы этой гаражной амнистии? Ну, как экспертный взгляд ваш какой-то такой прогностический? На самом деле, этого очень долго ждали, потому что многие пользователи гаражами не могли никак оформить. Потому что раньше оформляли как помещение в общем боксе. То есть есть длинный бокс от ГСК, и в нем оформляли, его ставили на учет, и в нем это были помещения. Сейчас при вступлении в силу гаражной амнистии они могут это оформить уже как здание, отдельно стоящее здание. Да, пусть оно с двух сторон ограничено другими гаражами. Также земельный участок. По мне, так я считаю, еще на него должна подняться и стоимость. Если кто-то продает для людей, это плюс, они оформили. Но все документы в порядке. Такой вопрос. Вы как кадастровый инженер, какие вообще виды услуг оказываете? Самые частые. Это установление границ земельных участков. Это самое популярное. Раздел земельных участков, объединение. Это из основных процедур. Также наша основная деятельность это регистрация всех зданий, сооружений. То есть здания это как индивидуальных жилых домов, садовых домов, многоэтажных домов, образование в них помещений, раздел. Все, что связано с недвижимостью. И третья наша услуга это снятие с кадастрового учета. Вот если, например, дом, не дай бог, сгорел, прекратил свое существование, снять ее с учета. Готовится акт обследования для того, чтобы налоги не приходили, снять его с учета. Анастасия, есть такая услуга, как, допустим, регистрация недвижимости под ключ, чтобы я, то есть если я очень занятой человек, мне когда этим заниматься, я просто вам позвонил, сказал, хочу то-то, то-то. Вы сказали, да, все хорошо. Никита, я все сделаю, и все. И я, как бы, снимаю себе эту ответственность, полностью доверяю вам. Такой вообще процесс возможен? Конечно, да. Это очень часто, ввиду того, что сейчас много занятых людей, естественно, спрашивают полностью все под ключ. Плюс кадастровым инженерам дали не так давно полномочия по договору подряда, который мы заключаем с клиентом, без нотариальной доверенности сдавать и получать документы в Росреестре. Это очень удобно, да. Я на самом деле это уже сдаю электронной. Я никуда не выхожу, в МФЦ я не хожу. Люди, естественно, тоже спокойно сидят и ждут, когда они от меня получат уже готовые выписку из Росреестра о правах собственности, об установлении границ и так далее. Ну и такой последний вопрос. Где вас найти и как вам обратиться? Офис у меня находится, если в Сергеевпосадском районе, это город Ходьково, улица Михеенко, дом 24. Наш постоянный такой основной офис. И второй офис есть в Королевом микрорайоне, Первомайский, улица Советская, дом 43. У нас второй офис там открыт. Это для тех, кому ближе к Москве. Ну и, наверное, сайт какой-то у вас есть, да? Да, сайт у нас активно работает, активно пополняется. Называется он, прям набираете, кадастр тут. Там будет вся информация по поводу наш вид работ, по стоимости, по времени. Ну и, конечно же, контактные телефоны. Конечно, да. Анастасия, спасибо, что нашли время и пришли. А у нас в гостях был кадастровый инженер Анастасия Азаренкова.